Бисмиллахи рахмани рахим, Аллаху маа салли аля Мухаммад и али Мухаммад. Очень многие из вас знают, что я очень долгое время, на протяжении практически 7-6 примерно лет, предлагаю дискуссию выскочки по имени Абу-Усман Джози. И он всячески избегает этой дискуссии со мной, всячески игнорирует эту дискуссию со мной. И в последний раз, когда я ему предложил дискуссию, он сказал, что у него есть схема работы, что у него есть задания, что у него есть работа, и что ему некогда со мной дискутировать. У меня задания, у меня есть работы. Их оставить вот так, бросить из-за сабаита я смогу, конечно, но у меня есть ряд, как говорится, дел, есть планы, у меня есть схема работы. Но при этом, когда ему кто-то, другой, предлагает дискуссию, вызывает его на дискуссию, он тут же соглашается, забывая о том, что у него есть схема работы, что у него есть планы, что у него есть задания. Например, одним из последних примеров, это случай, когда ему некий Аброр, не знаю, кто это такой, кем бы он ни был, предложил дискуссию Джоузи, и Джоузи тут же на месте согласился на эту дискуссию. Я, конечно, прекрасно знал и знаю, что ваххабиты, и в частности Абу-Осман Джоузи, испытывают страх и ужас при мысли о том, что им придется дискутировать с шиитом. И неоднократно на протяжении своей практики я наблюдал в их глазах этот страх и ужас. Но даже я не мог себе представить, что эти взрослые люди испытывают настолько сильный страх и ужас, что вынуждены выдумывать нелепую, абсолютно беспардомную и наглую ложь о том, что якобы у них есть схема работы, что якобы у них есть задание, что якобы у них есть какая-то работа. Видимо, ваша трусость, о ваххабиты, совершенно не имеет никаких границ. Умеете удивлять. Браво!